Робот-цветофор Сколько базовых цветов использует датчик цвета? Верно, 7 базовых цветов объекта определяет датчик цвета. Для чего же предназначен датчик цвета? Датчик цвета позволяет определять цвет поверхности. Принцип работы датчика цвета имеет два основных компонента. Трехцветный RGB светодиод и светочувствительный датчик фоторезистор. Ребята, а давайте создадим робот-цветофор. Всем известно, что светофор имеет три цвета. Зеленый, желтый, красный. Какие действия будет выполнять робот-цветофор? Робот при обнаружении зеленого цвета сообщает green и двигается вперед. Обнаружив желтый цвет, сообщает yellow и уменьшает скорость. А при обнаружении красного цвета сообщает red и останавливается. После того, как вы загрузили программное обеспечение в компьютер, вам нужно открыть программу. Двойным кликом левой кнопкой мыши открываем программу. Для того, чтобы собрать робота, вам нужно Первое. Открыть самоучитель. Второе. Инструкция по сборке. Открыть приводную платформу. Попробуйте собрать робота, используя инструкцию. А теперь переходим к сборке робота приводной платформой. Вначале нам нужно два мотора, соединительные детали, шины, диски, микроконтроллер, датчик цвета. Итак, большой мотор у нас подсоединен соединительными деталями. А теперь давайте отсоединим робота ко второму мотору. Следующее. Для того, чтобы балки были закреплены, мы должны закрепить соединительными деталями. Следующее. Устанавливаем микроконтроллер. Микроконтроллер состоит из портов 1, 2, 3, 4 и A, B, C, D. 1, 2, 3, 4 нужны нам для подключения датчиков. A, B, C, D нужны нам для моторов. Так, немного. Так, вторую сторону подключаем. Так, следующее. Снизу у нас установлен подшипник для того, чтобы он передвигался по поверхности. Следующее. Берем диски и одеваем шины. Для зацепа с поверхностью нам нужны шины. Следующее. Соединяем. Так. Колеса нам нужны для того, чтобы робот передвигался. Второе колесо. Так, соединяем декоративными стрелками для того, чтобы колесо не выпало. И вторую сторону. Итак, робот готов. А теперь, ребята, мы переходим к написанию программы для робота Светофор. Блок старта является началом программы. Первое. К блоку старта добавьте блок ожидания. Измените режим датчика для получения информации. Датчик цвета. Сравнение. Цвет. Второе. В параметрах блока разместите зеленый цвет. Третье. К блоку ожидания добавьте блок звук. В параметрах блока звука разместите сообщение Green. К блоку звук добавьте еще один блок звук. В его параметрах выберите режим Start. Пятое. К последнему блоку звука добавьте блок рулевое управление. И поменяйте его на режим включить. Измените мощность на 50. Шестое. К блоку рулевое управление добавьте блок ожидания. Измените режим датчика для получения информации. Датчик цвета. Сравнение. Цвет. В параметре блока разместите желтый цвет. Седьмое. К блоку ожидания добавьте блок звук. В параметре блок звука разместите сообщение Yellow. Следующее. Восьмое. К блоку звук добавьте блок рулевое управление. И поменяйте его на режим включить. Измените мощность на 25. Девятое. К блоку рулевое управление добавьте блок ожидания. Измените режим датчика для получения информации. Датчик цвета. Сравнение. Цвет. В параметре блока разместите красный цвет. Десятое. К блоку ожидания добавьте блок звук. В параметрах блока звук разместите сообщение Red. Одиннадцатое. К блоку звук добавьте еще один блок звук. Выберите в его параметрах режим Stop. Двенадцатое. К последнему блоку звук добавьте блок рулевое управление. И поменяйте его на режим выключить. Ребята, а давайте проверим робота. Мы с вами собрали заранее робота и загрузили программу. Давайте протестируем с вами. Теперь загрузим программу к роботу с помощью USB шнура. Робот проехал зеленый цвет, на желтом он замедлился, на красном он остановился. Ребята, вы можете видоизменить робота или добавить команды разворот, поворот. А теперь, ребята, для закрепления пройденного материала давайте выполним с вами упражнение. Ответьте на вопрос, в какой палитре расположен датчик цвета. Запишите цвет палитры в ячейку. Верно, ребята, желтый цвет. Расположите последовательность данной программы по порядку. Правильный ответ. Блок старта, блок ожидания, датчик цвета, сравнение, цвет красный. Давайте решим с вами ребус. Допустим, датчик цветов. Правильный ответ. Датчик. Сегодня на уроке мы узнали, как создать робот-светофор с помощью датчика цвета. Урок окончен. До новых встреч!